Приветствую вас, и для начала нужно понять, собственно говоря, что послужило причиной того, что ваша жена ушла, как вы говорите. То есть, если у неё просто прошли чувства, если у вас не было никаких проблем, не было никаких трудностей, просто чувства прошли. Такое бывает, это, конечно, очень неприятная история, но такое бывает, такое происходит, к сожалению. Вряд ли с этим можно объективно что-то сделать, потому что над своими чувствами человек не властен, он властен над своими отношениями к ним, но не над чувствами. То есть, над самими чувствами человек не властен. Это то, что вам нужно для себя понять, железно понять. Значит, если же у вас, да, и в таком случае вам нужно просто принять её позицию, да, в таком случае вам нужно просто принять её выбор. вот, который она сделала, вот, и, соответственно, идти дальше. То есть, то есть, уважайте её решение, как бы оно ни было. Если же у вас имели место быть какие-то проблемы, то есть, ну, с проблемой, допустим, между вами с проблемой, допустим, у вас в отношениях, вот, то в таком случае, конечно, это нужно нужно корректировать и разбирать. То есть, в таком случае это, конечно, нужно исследовать. Нужно исследовать, что у вас были за проблемы в отношениях. Нужно исследовать на фоне чего они возникли. И самое главное, что вы делаете для того, чтобы они эти самые проблемы больше не появились. То есть, ну, вот, допустим, вернёте вы, к примеру, свою жену. Хорошо. Но если проблемы остались, если вы ничего не сделали для того, чтобы эти проблемы больше не появились, то, вернув свою жену, вот, вы по факту обречётесь её на ещё большее страдания. Потому что она вам, например, поверит, она поверит, потому что у вас, допустим, всё хорошо. А, в действительности, на самом деле, вы ничего не сделали для того, чтобы проблемы больше не побеспокоили. Поэтому здесь очень важно всё-таки определить причины. Причины наличия у вас, собственно говоря, проблем. не главное. Вот. Их исправить, скорректировать. И только тогда, только тогда можно говорить о том, чтобы возвращать женщину, ну, свою, вашу жену. То есть, условно говоря, нужно подготовить почву для того, чтобы её возвращать. Не менее важным моментом является понимание того, зачем вы хотите её вернуть. Зачем и для чего вам возвращать, условно говоря, свою жену. То есть, какова цель этого. Понимаете? Мне видится, мне видится, ситуация такой. Ну, в том числе. И я надеюсь, что вам, ну, скажем так, теперь стало более понятно, что нужно сделать для того, чтобы... ааааа nuevo ага... Ну, чтобы ситуация изменилась. То есть в первую очередь это определенные цели, то есть для чего, почему я хочу ее вернуть, а будет ли об этом, например, моей жене реально лучше, вот, или нет. Или я делаю это, как-то вот, скажем, а, ну, для себя. То есть это неплохо, это неплохо, если вы делаете для себя что-то, это неплохо. Но желательно, конечно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что вам нужно, вот, желательно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, с чего вы хотите, вот, и четко отграничивали, отграничивали свои потребности и свои желания от того, что, например, вы хотите для, ну, допустим, для своей жены, вот, вещи, это, на мой взгляд, совершенно разные. И, разграничение этого необходимо, вот. Подумайте, чего вашей жене, а, могло не хватать, подумайте, чего вашей жене, а, могло не доставать, подумайте, в чем, в чем, в чем ваша жена могла испытывать неудовлетворенность. На мой взгляд, разбор данных вещей также является очень важной историей, потому что от этого зависит, ну, собственно, как вы будете дальше организовывать, твои отношения с ней. Вот так. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. видео. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на наш канал.